Райм 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 В общем, что происходит вокруг тебя То есть, как это Пресловутые визуальные повествования Некоторые любят использовать термин Когда ты пытаешься Понять, кто ты есть И что вокруг тебя На основании каких-то странных образов Вот, например Башня, похожая на маяк К чему бы это Или вот какая-то, там, статуя Какого-то короля Или вот изображение Персонажа, похожего на этого мальчика И вроде, судя по всему, местного короля, возможно, как это связано, к чему это все идет, какие-то странные руины, какой-то странный персонаж в красном балахоне вдали, такого же цвета, как накидка мальчика, почему мальчик на этом острове оказался, ну, понятно, что там. Ну, насчет повествовательной части я не буду вдаваться в подробности, дабы не наткнуться на спойлеры, но вот это вот в игре есть, и это цепляет, как и визуальная часть, визуальная часть тоже цепляет, мир действительно ощущается таким, ну, живым. У меня игра первая вот визуальная часть впечатлила. Вот. Геймплей, с точки зрения механики, я тебе скажу, что, по-моему, авторы пытались совместить, с одной стороны, медитативные приключения, ну, знаешь, такие игры, где ты медленно все идешь, все так неторопливо, показательно, вот, игра не торопится, игра не пытается тебя там постоянно удивлять, и элементы головоломок, то есть. Герои нам на протяжении всей кампании сталкиваются с разными загадками. Загадки очень просты, это там передвинуть ящик, использовать какой-нибудь механизм, вот, чтобы там с перспективой повзаимодействовать, и сделать ключ, например. Или там вот, как они показывали в роликах, когда мальчик меняет время суток, чтобы открыть проход. Очень все просто, очень, ну, я бы даже сказал, очевидно, в игре нет сложных загадок, с моей точки зрения, в кампании. Загадок, которые как бы-то там заставляли напрячься, там, долго думать прям, как вот с этим делать, а что дальше, а как вообще вот этот элемент с этим вот объединить, чтобы открыть проход. Нет, ни в коем случае, все очень просто, очень так, без загвоздок каких бы то ни было. Я бы даже сравнил загадки и в целом механику с проектами типа Inside и Little Nightmares. Ну, так отлично. Это с одной, отлично. Но, мое мнение, авторы, если мы говорим о кампании, мне кажется, что они вот не нашли эту грань между медитативным приключением и унылым. Игра же периодически становится просто скучной. Ну, да, грань между медитативным и унылым приключением, ее всегда очень сложно нащупать. Вот именно. В большинстве случаев эта грань зависит, точнее, качество этой грани, ее острота зависит от играющего. Понимаешь, Миша? Ну, да, я согласен. Может, просто у тебя не было времени на медитацию, может, ты просто спешил побыстрее пройти для того, чтобы сделать обзор, составить мнение. Или все-таки дело... Я не согласен. Ну, давай. Есть игры... Понимаешь, почему мне кажется, что Rhymer не то чтобы не работает, но работает с очень большими оговорками. В чем фишка была Inside и Little Nightmares? Одна сцена быстро переходила в другую. Эта игра была формата вдох-выдох. То есть, начал играть, и все, и уже прям не остановиться. Потому что при всей кажущейся неторопливости процесса, все-таки, ну, Inside ты не назовешь сверхдинамичной игрой. Ну, такой драйвовый, скажем. Увы. Да. Но одна сцена быстро переходила в другую. Не было каких-то провисаний. Это был идеально вот такой концентрированный момент. Концентрированное такое приключение, прям, да, вот концентрированный момент. Потому что всю игру ты фактически мог назвать как один такой момент. То же самое было в Little Nightmares. Это отлично сделали авторы Little Nightmares. Что сделали авторы The Journey, которые хотели просто удивлять образами. И сделать тоже Journey, ты назовешь, медитативным приключением. Но в хорошем смысле. Правильно? Почему? Потому что там, с одной стороны, нет загадок каких-то, которые бы тебя отвлекали. Но там очень силен эмоциональный фон. Вот разработчикам удалось именно на эмоциях играть, знаешь, такое сочетание визуального ряда. Да, очень незатейливых, но в то же время важных действий и музыки. Музыка, конечно, волшебная. Вот. В Rhyme, я так понимаю, ничего подобного нет. В Rhyme есть тоже хорошая музыка. В Rhyme... Но, опять же, почему, мне кажется, цепляло так Journey? Потому что в ней не было ничего лишнего. Авторы убрали загадки. В Inside, например, авторы убрали какие-то пробежки и в Little Nightmares и другие какие-то, на первый взгляд, лишние моменты, которые бы отрывали тебя от непосредственно процесса, которые бы... Ну, чтобы игра была едина, прям вот концентрированной такой. В Rhyme, например, есть в начале приключений и в конце фактически идентичные моменты и достаточно посредственные, с моей точки зрения, когда тебя выпускают на такую сравнительно большую полянку и говорят, вот тебе четыре точки, сбегай к ним, активируй, пожалуйста. Ну и ты, да, нет увлекательных испытаний, ты просто бегаешь от одной точки к другой, активируешь это. Потом ты минут пять можешь бегать просто по пустым коридорам, ну, неплохо оформленным, с неплохой стилистикой. Далее там может быть набор достаточно простых загадок, которые медленны и построены просто на том, что ты тащишь кубик из одной точки в другую. Например, там есть уровень аналог противостояния, который тоже повторяется. Игра периодически стопорится, понимаешь? Вот компания, она периодически становится скучной, когда ты идешь, а вокруг тебя, в общем-то, ничего не происходит. Нету каких-то крутых сцен, мир как-то не меняется. В Джорни же там ты когда-то идешь, какая-нибудь тварь, например, появляется странная вдали. Или просто там в пустыне какие-то миражи начинают, ну, что-то происходит. В чем фишка таких игр, они концентрированы, в них постоянно что-то происходит. В Rime есть моменты, когда не происходит ничего. И при этом игра не радует тебя какими-то крутыми метаморфозами или образом. То есть я говорю, мальчик идет по коридору, все. А за сколько игра проходится при том, что заставляет скучать? Ну, я в ней провел около 8 часов с учетом поиска секретов. Но если просто вот идти вперед по компании, не отвлекаясь на дополнительные какие-то исследования и изучения, то часа за 4, я думаю, можно справиться. Я бы даже сказал, можно и за 3,5-3 часа справиться. То есть 3-4 часа это если не отвлекаться на секреты. И вот тут, наверное, я подойду к такому моменту, для кого Rime, мне кажется, будет работать. И для кого Rime действительно станет вот этой игрой 9 из 10. Она больше для тех, кому нравится просто бегать по красиво оформленным локациям и выискивать секреты. В том числе. Потому что секретов в игре достаточно. В игре там есть игрушки, которые мальчик может найти, там одежка для него другая. Дополнительные элементы истории, там еще такие. То есть секретов в игре на самом деле достаточно. Я бы сказал, предостаточно. То есть все хорошо в плане секретной части, все нормально. Локации достаточно большие. То есть ты при желании можешь там не обязательно идти по четкому пути. Я не очень понимаю, кстати, кто там говорил, что сложности с навигацией. Но там основной путь, он очевиден просто. Коллеги из GameSpot очень ругались, что не могут понять, куда топать. Ну, странно. Я не очень, честно говоря, в данном случае не понимаю коллег из GameSpot. Потому что в игре основная тропинка, она только что красной линии не обозначена. Ну, коллеги из GameSpot и Prey поставили 6 баллов. Так что там у них с навигацией очевидные проблемы. Ну, нет, там ты можешь, если ты пошел не по основной сюжетной линии, допустим, захотел долго ковыряться, тебе не сразу может получиться вернуться на основную тропинку. Но это вполне реально. Я отвлекался и находил. Угу. Ковыряться вот на красивых локациях. Именно ковыряться. Там пойду-ка туда, может там что найду, а может туда можно пролезть, а может сюда. Потому что если мы говорим о компании, это примитивные загадки. Явный акцент на вот этом визуальном повествовании с эмоциональным финалом. Но на протяжении вот всей компании не так-то много каких-то крутых эмоциональных моментов. Опять же, если мы говорим о компании, это примитивные загадки, примитивная акробатика и эмоционально-постановочные моменты. Ну, это все элементы, которые свойственны инсайду, Лимбо и Little Nightmares и Journey. В той или иной степени. Просто в Journey одни акценты, в Лимбо, и Инсайды, и Little Nightmares другие. И когда такая компания, она не удивляет себя загадками, она, наоборот, разочаровывает примитивизмом, при этом периодически явно подседает, то есть вот такая вот медитативность ради медитативности. При этом, я же говорю, вокруг тебя тишина, ну и красивая музыка играет в это время. Ну и все. И что? Окей. Спасибо. Хорошо. Может я пойду? Ну иди. Еще минуты три топаешь по коридору. Иди дальше, вот те лабиринт. С очевидным проходом по нему. Вот еще одна очевидная загадка. Может что произойдет, ну вот что-то произошло. Хорошо, тогда попытайся мне объяснить, почему, несмотря на то, что, ну такие известные порталы опубликовали средние обзоры, да, ну так прохладно отнеслись к игре. Постарайся объяснить, почему же основная масса пользователей очень тепло приняла проект. Ну он красивый. Красивый. Он приятный, там притягательный. Основная пользователей консолей, на PC есть одна оговорка, к ней мы вернемся. Он красивый. Он впечатляет атмосферой. Он производит приятное первое впечатление. Он, в отличие от The Witness, пытается быть максимально дружелюбный по отношению к пользователям, при этом оставляя простор для исследования, награждая в том числе любителей ковыряться в закоулках. То есть она производит приятное впечатление. Я не говорю, что это плохая игра, я говорю, что это, ну, не скучный, не сильно скучный проект с явными провисаниями в компании. Вот что я говорю. То есть я, в принципе, не считаю, что это посредственный игрок, который не стоит, вообще на которую не стоит обращать внимание. Я просто считаю, что это проект, на который стоит обратить внимание тем, кому нравится вот эта вот медитативность без какого бы то ни было движения. Как, в отличие от других проектов, схожих по стилистике, тематике, реализации и механике. Вот что я имею в виду. Возможно, кому-то зашла. Возможно, кому-то VG, ну, достаточно манипулятивный, но эмоциональный финал. Неплохой, неплохо сделанный. Вот. Вот это все могло зайти. А что насчет PC? А на PC VG с оптимизацией караул. Вот. Полный караул, я тебе скажу. Она проседает иногда до 30 кадров, то до 40, то там и ниже 30. При такой-то графике. Там технологически графика так себе. При этом игра периодически явно так проседает. Явные подгрузки есть на SSD, я играю. Долгие загрузки небольших локаций. Ну, не долгие, но более там под полминуты, по-моему, или чуть меньше. Но для таких-то локаций они мгновенно должны загружаться. На SSD, на процессоре таком, как у меня с видеокартой. Что это такое? Производительность там плавает, там она себе на уме. Понятно, что это такая медитативная игра, где, ну... Хотя там есть динамичные моменты, где надо там прятаться от противников, но смерть там, за смерть там не наказывают. Поэтому производительность едва ли там так критична, как в условном, ну, допустим, банку. Но всё равно меня это удивило, честно говоря. Меня это сильно удивило. Я не очень понимаю, какого чёрта... Ну, только если они как-то очень криво-дынуво прикрутили, которую не пообещали удалить, если игру взломают. Возможно. Не знаю. Ну, такая посредственная производительность при не самой технологичной графике, при графике, которая держится исключительно на арт-дизайне, а не на технологиях. Ну, ёлки-палки. Окей. Ну, давай тогда вердикт, Миша. Классический диагноз. Классический диагноз — это стильное, очень атмосферное, с хорошей музыкой, которая действительно, как это сказать, обволакивает тебя такой вот приятной атмосферой этого странного места, по которому тебе хочется бродить, исследовать его и выинтересоваться, что здесь всё-таки произошло, откуда вот могут появиться вот эти странные тени, статуи и вообще создания. С другой стороны, компания регулярно свалив, теряет, что называется, темп. В игре очень достаточно. Для короткой компании в ней достаточно неудачных и посредственных моментов. Да, кстати, отмечу в выводах, что в игре много такой примитивной акробатики 3D. Ну, типичной, когда ты видишь выступы, герой за них хватается, ты по ним ползаешь, ползаешь, ползаешь. В игре много вот такой акробатики, когда герой вот так вот медленно по выступам ползёт, как в 3D приключениях современных. То есть даже если мы вернёмся на секунду к Little Nightmares Insight, там акробатика быстрая. Она классическая такая, 2D-шная. То есть ты там прыг-прыг-прыг-прыг, герой достаточно быстро прыгает. По платформам быстро хватается за выступ, а здесь она вот именно такая, как в приключениях, ну, в полноценных 3D-приключениях, такая неспешная. Герой там схватился за выступ, подтянулся. В игре есть моменты, где сцены, где ты минут 10-15 вот занимаешься такой вот акробатикой. Да, при этом же мало что происходит. Поэтому, если вам в итоге эта игра не... Если вы хотите здесь видеть достойного последователя, например, Inside the Little Nightmares, The Witness, ну, а мало ли. Ну, мало ли, как ты правильно заметил, визуальный стиль схож. Нет, вы этого здесь не увидите. Вы увидите медитативное, размазанное, красивое приключение. Поэтому, если для вас важнее просто бродить по красивым локациям... Идите на улицу. Идите на улицу, да. Если вы хотите еще увидеть каких-то странных созданий и покормить дикого кабана, играйте в рай. Вот. Все-таки... Нет, это не шедевр, но и ни в коем случае непосредственная игра, которую там прям пропускайте. Просто вот, ну, неоднозначный проект. С учетом того, что ходили слухи, что игры нет, что авторы вообще не знают, что делать, что ай-яй-яй, караул, все мы умрем. Вот. Ну, это шаг вперед, я считаю. Ну, и в целом, у меня предыдущий проект Deadlight этой студии, он тоже был такой, мягко говоря, так себе. Ну да, да, помним его. Здесь, кстати... Я, кстати, его проходил, но он мне понравился. Но он тоже был стильным. Но здесь, по-моему, по механике они сделали шаг вперед. И в целом... В целом, за стиль, за музыку, за атмосферу, игра, с учетом того, что она на PC, по крайней мере, стоит недорого. Ей это можно простить, но только что, конечно, на PC будьте готовы к каким-то колоссальным проблемам с производительностью, несмотря на посредственную графику. Ну, то есть, вот это вот, что я могу сказать про Райм. Отлично. В общем, дорогие друзья, если вам хочется поиграть во что-то доброе, приключенческое, яркое и не в меру не слишком умное, ну, Райм для этого вполне подойдет. Ну, нужно учитывать вот все обозначенные Михаилом минусы. Если вам понравился подобный подход к изложению материала, обязательно прокомментируйте, поставьте лайк. Ну, и спасибо за внимание, не забудьте подписаться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok